Добрый день, дорогие друзья! Лето подходит к концу на календаре 28 августа 2023 год. И надо рассказать вам о том, в чем вы спрашиваете постоянно. Куда приехать в зимний период времени, либо чем можно заняться у вас, приезжая в межсезонье. Отель Трапезун. Сегодня мы обновим информацию о нем. Я вам расскажу о том, что бассейн с подогревом. Здесь можно снять бани, можно провести время в беседке с мангалом. Обо всем подробнее смотрите в нашем видеосюжете. В конце мы сегодня сходим на пляж, а именно номера возьмем из прошлого видеосюжета, какие здесь есть. Номера снимать не обязательно, чтобы можно было воспользоваться банным комплексом, либо теми беседками, которые здесь есть на территории. Пак Трапезун расположен на улице Лиманная, 21. Перед ним есть парковочка, которая находится под видеонаблюдением. С другой стороны парк. Единственный вид из его, который называется Трапезун. То, что название совпадает. Здесь имеется единственный великолепный спортивный комплекс. Витязево можно позаниматься. Также вот представьте, вы пришли в баньку, вышли сюда, потренировались. Обратно в бане, бассейн для здоровья. Было просто великолепное наслаждение. Тем более дыша при этом свежим хвойным воздухом. Приезжая на отдых в сентябре, вы получаете свой собственный пляж и трансфер до него. Мы съездим с вами в конце видео на пляжик. Вы все это увидите. Он оборудован всем вам нужным. Здесь пересечение улицы Лиманной и улицы Мира, поселки Витязево. И есть вот такой фастфуд, где вы можете заказать себе еду. Также рядышком, буквально в квартале, находится пятерочка. Красно-белое, фрукты, овощи. Все другие магазины, которые работают у нас круглогодично. То есть доступ полностью ко всей инфраструктуре. Кофейня в квартале. В двух кварталах аптека. Центр Витязева. Церковь. Ну, вообще все, что надо. Это самая центральная часть нашего поселка. Территория тоже огорожена, закрыта. И, как я и сказал, все под видеонаблюдением. Заходим на территорию комплекса. Осматриваемся. С левой стороны беседочки, которые просто для бассейна, для отдыха. Также имеются лежаки. Бассейну подойдем немножко позже. Территория озеленена. Есть лавочки. Красивая подсветка. Давайте сначала к беседкам. Нет, с первого взгляда, когда я сюда пришел, территория сразу же зашла. То есть она большая, много пространства, везде красивая зелень и все максимально продумано. Итак, беседки здесь две, которые вы можете снять для проведения каких-либо праздников, дни рождения, там, либо других мероприятий, которые вам нужны. Большая стоимостью 2000 рублей. В час можно снять при условии, что вы будете использовать также и бассейн. Если без бассейна, то за 1200. И маленькая беседка, которую можно будет снять за 1800 с бассейном, либо за 1000 рублей в час без бассейна. Также имеются вот такие вот зонтики для тех, кто отдыхает. Это все уже бесплатно, если вы приехали на отдых, сняли номер. Имеется мангальная зона, которую вы также можете пользоваться, если снимаете, либо отдыхаете. Беседку здесь абсолютно бесплатно. Здесь имеется как основной двухэтажный корпус номера, в котором мы посмотрим, так и домики под ключ с отдельными входами, своими кухнями. То есть, если вы сюда приедете, как здесь есть своя кухня для приготовления пищи, так и в домиках она тоже присутствует. Бассейн с подогревом. Это очень важно, будет работать круглогодично. То есть, очень большая территория, благороженная, есть душ, туалет, все на улице. Также на территории, помимо вот этого банного комплекса возле бассейна, имеется еще и детская площадка, на которой ваши детки смогут поиграть, поразвлекаться, пока вы будете заниматься празднованием своих праздников, либо отдыхом, как говорится, с семьей. Такое тоже возможно. Не все любят выезжать куда-то далеко на природу, а хотели бы отдыхать именно в таком формате. Теперь в Витязе вы можете этим заниматься. Есть и батуты, и большой городок, где дети будут лазить по всяким лазовкам, оставляя здесь весь свой накопленный потенциал, чтобы потом дома великолепно спать. Банный комплекс работает здесь до 23.00, то есть, для тех, кто отдыхает, мешать не будет. Давайте я вам его покажу. Рядом с бассейном, для тех, кто проживает в отеле, есть возможность снять прокат баню. Помимо бани, можно арендовать также здесь чан с гидромассажем, которого могут наполнить там разнообразными фруктами. Посмотрите, как он выглядит. Чан мистерает в себя до 6 человек. И также сама баня. В бане можете разместиться до 8 человек. Посмотрите, какая красота, друзья. Дерево, аромат великолепный. То есть, все нужные принадлежности, наборы посуды, даже такой вот электрический не чайник, а самовар, холодильник. Полностью вся посуда, которая вам нужна, даже для саджа, что ли, есть набор. Очень красиво смотрится. Мебель такая необычная. Я думаю, вас удивит. Ну, самое главное, сердце бани, это парилочка. Надо вам увидеть, ребята, здесь есть вот такой вот тазик. Тоже все под дерево сделано. Два экстрим-ветра. Душевая зона с тропическим душем. Ну, а также сама парилка. Думаю, равнодушным никого не оставит. Все очень красиво. Интересно смотрится. То есть, захотели, заказали. Попарились, посидели, погудели с друзьями. Также имеется свой санузел с раковиной. Сам чан вы можете как отдельно, так и в комплексе с бани арендовать. Баня выполнена в таком вот старом стиле. Выглядит симпатично. Арендовать баню и чан вы можете от двух часов 6 тысяч рублей. Такие находятся рядышком. Если вдруг вам не нравится старый стиль, есть и баня в стиле лофт. Просто показать вам, ребят, чтобы было интересно. Тут тоже зона отдыха перед баней. Есть чан с гидромассажем, который могут для вас заполнить разнообразными наполнениями. Чтобы звонить и уточнять информацию, здесь по одной бане можно рассказывать до завтра. Что, как, что, почем, сколько стоит. То есть, понравилось будете приезжать, все спросите. Посмотрите, да, как это красиво все выполнено. Стол, часы. То есть, оно пересекается все в одном стиле. Дерево, кожа. То есть, ну, кому, как говорится, как нравится. И напишите обязательно в комментариях, какой вариант вам понравился больше. Холодильник, телевизор, то есть, стандартное наполнение. Здесь все есть. Здесь стиль выдержан вообще полностью. От черной посуды до черных вилок, тарелок. Тоже имеется садж. Давайте посмотрим, как выглядит парилочка. Также два экстрим-педра имеется. С левой стороны сама зона. Так, более светлая. Ну, слушайте, ну, интересно, да? То есть, сегодня в одну баню паришься, завтра в другую. Как будто в разных местах побывал. И здесь такой тропический дождь. Принадлежности для бани есть все полностью. Если вильнички нужны вам или еще что-то, обращайтесь, вам все предоставят за отдельную плату. Ночью у бассейна работает подсветка. Очень красиво выглядит вся территория. Прашивает, а у вас там море вообще еще есть? То есть, а зачем, когда у вас такой бассейн, такая территория, на которой можно отдыхать, получать максимум удовольствия? Сейчас мы с вами посмотрим домик под ключ, в котором вы можете приехать на отдых. И сейчас его снять на шестерых человек. Домики выглядят вот так вот в комплексе. Возле каждого есть своя собственная терраса. И мы с вами посмотрим домик номер 7. Перед входом в домик есть стол со стульями. Как вы видите, все домики до этого заняты, ребят. Не то, что там просто нам лень показывать все. Просто вот единственный вариант оставили для меня. На входе есть место, где посушить ваши вещи. Раззутся можете здесь. Вся территория под видеонаблюдением находится. Это первая комната. Как видите, здесь все из дерева. Аромат стоит просто восхитительный, ребят. То есть, дышается очень хорошо. Можно показать вам и наборы посуды, которые здесь присутствуют. Вот так вот выглядит вообще кухонная зона, место для хранения. Куда положить ваши вещи. По доп. местам, смотрите, здесь добавляется вот этот диванчик. Раскладывается. И сюда можно поставить раскладушку. А вообще, домик изначально идет на три полных места. Наполнение. Это капсульная кофемашина, чайник. Имеется своя стиральная машинка. Также наборы посуды можете увидеть. И металлическая, и стеклянная. Стаканы, бокалы. То есть, все, что вам только, ребятки, может здесь понадобиться. Микроволновая печь также спрятана в шкафчик. И здесь мы видим вилки, ложки. Здесь сковородка, там терочки, досточки, кастрюльки. То есть, все присутствует в полном объеме. Уже выглядит вот так, плечики. И также имеются тапочки. Прямо из зоны кухни спальной мы попадаем в отдельную спальню. И здесь у нас имеется три полноценных спальных места. Одно спальная кровать, двуспальная, прикроватные тумбочки. Такое очень интересное изголовье. Также есть небольшие торшеры. Своя сплит-система в этой комнате. Место для хранения. Такие вот тумбочки, пуфик, телевизор. Место для хранения наполнения. Здесь есть дополнительные простыни, утюг, сейф. Во второй зоне здесь наборы полотенцев, плечики и дополнительные подушки. Если вам чего-то не будет хватать, вы просите, и вам лаура все добавит. Посмотрим, как выглядит здесь свой собственный санузел. Имеется здесь место для хранения ваших каких-то вещей. Есть владельная доска. Также очень удивило наличие детского кресла на унитаз, тазик есть, мыльно-орельные принадлежности, вплоть до щеток входят в дом. Есть вот такие вот вафельные халаты, очень хорошего качества. И фен, прищепки, полотенца дополнительные, унитаз, мусорка и посмотрите на душевую зону. То есть стекло матовое, туда заходите. Здесь прям очень много места, где помыться с тропическим душем. В данном доме могут разместиться до шести человек. Диван-кровать раскладывается, также добавляется до места. Как выглядит размещение с домиками, мы с вами оценили. Теперь давайте сходим в главный корпус и посмотрим, как там выглядят номера. Здесь находится зона ресепшена, где вы можете комфортно провести время в ожидании оформления, а дети посмотрят телевизор. Рецепшен очень большой, и я хочу обратить ваше внимание на ширину коридоров, какие они огромные. Также имеется кулер и очень большие лестницы, которые ведут наверх. В каждом этаже есть гладильная доска и утюг. Сейчас мы с вами смотрим трехместный номер. Открываются номера по карточкам. Заходим, вставляем карточку, и у нас начинает все работать. То есть номер очень просторный. По наполнению двухспальная, односпальная кровать. Есть две прикроватные тумбочки, торшеры. Своя сплит-система. Напротив телевизор. Свой собственный холодильник в этом столе. Чайная станция. И прихожая, которая выглядит вот так вот. Наполнение прихожей – это простыни, имеются сейф и плечики. Номер имеет свой собственный санузел, который выглядит вот так вот. Здесь имеется зеркало, фен, тоже рыльно-мыльные принадлежности, унитаз и душевая зона. Тоже очень просторная, с тропическим душем. Все чистенькое, новенькое. Смотрится очень красиво. Мы находимся в номере при открытом окне и никаких шумов с бассейна. В принципе, не слышно. Это, на самом деле, удивительно. Стены толстые и делают свою шумоизоляцию. Сейчас мы поднимаемся с вами на второй этаж. Обратите внимание, здесь как красиво. Лаура говорит, что ночью здесь очень-очень красиво, прям волшебно и сказочно. Лестница очень широкая, что большущая редкость в наше время. На втором этаже мы с вами смотрим номер с размещением двух человек. Также открывается все по карточкам. Вставляем, включается освещение и все приборы. Здесь нас встречает прихожая. Есть место, где повесить ваши вещи. Есть место для хранения с пододеяльниками и сейфом с плечиками. Тут стол. В столе имеется холодильник. Также есть чайная станция, телевизор. Стол, который вы можете передвигать по номеру. Номер очень просторный. Двуспальная кровать, две прикроватные тумбочки. Есть торшеры, своя сприт-система. Отсюда также мы можем наблюдать наш двор. Также в номере есть свой собственный санузел. Наполнение санузла. Это раковина, рыльно-мыльные принадлежности. Есть фен, унитаз. Вот такая вот душевая кабинка. Очень многие постоянно просят почему-то именно душевые зоны. С кабинками тропический душ. И место, где повесить полотенце. Также имеются домики с четырехместным размещением. Сейчас мы с вами посмотрим еще общее помещение, которое можете пользоваться, отдыхая в этом двухэтажном доме. Вы берете свой гель и можете абсолютно бесплатно воспользоваться стиральной машинкой. Уже в доме на цокольном этаже есть своя столовая, в которую вы можете прийти и приготовить пищу. Сесть тут покушать, потому что нету в каждом номере этого. Ну, либо на заказ. Проблем с едой у нас никаких нет. Все наборы посуды и принадлежности здесь также есть, которые вы можете воспользоваться. Тут помимо кухни в цокольном этаже находится еще такой теннисный стол. То есть это тоже бесплатно пришли, поиграли. В нашем отеле действует трансфер на пляж. Несколько раз в день наш автобус вас отвозит и привозит на наш пляж. Также наши гости могут заказать комплексное питание. Еду вам готовят в кафе «Встреча». Детская анимационная программа проходит три раза в неделю. Мы будем рады видеть вас в парк-отеле «Трапезонт». До встречи! Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте по номерам телефона, которые находятся под видео, в названии видео. Все напрямую. Вам Лаура на все ответит. Все цены, дорогие друзья, уточняйте на сайте. Вы его сейчас видите на экране, также по номеру телефона. Потому что меняются плавающие, и вы получите максимально точную информацию, чтобы потом на меня не обижаться, потому что я стараюсь все рассказывать по памяти, где-то могу в чем-то ошибиться. Сейчас я вам предлагаю прокатиться до пляжа и посмотреть, как сегодня, 28 августа, он выглядит. Мы едем на пляж «Эргос». Это рядышком с пляжем Венера. Сюда нас привозит трансфер от отеля, и дальше мы идем на пляж. По настилу дорожка великолепная, места хватает всем. Также сюда можно приехать на своей машинке, поставить ее абсолютно бесплатно и прогуляться туда, в сторону берега моря. Идти здесь крайне мало, если вы, конечно же, любите прогуливаться по нашим зеленым красивым дюнам. Уже многие люди уходят с пляжа, так как время довольно-таки позднее. 11.10, 36.2 показывает термометр. Это на солнышке в тени сегодня по прогнозу 33 градуса. То есть, друзья мои, самое лучшее время для отдыха. Вечера у нас сейчас становится прохладный, днем жаришка. Но всю ближайшую неделю по прогнозу нам только температура ниже 32 не опустится. И это в тени. То есть лето продолжается, но с полным объемом. Те, кто выбрали свой отдых в бархатный сезон, сделали абсолютно верно, потому что людей гораздо меньше, собственно, и отдыхать можно более приятно на пустынных пляжах. И нашему виду предстает пляж Венера, через территорию которого мы уже пройдем на пляж Эргос. На самом пляже Венера благоустройства очень много. Есть разобличные развлечения, столы, навесы, фезлонги. Но мы доходим вот до этого настила и идем в правую сторону на пляжик Эргоса. Также сюда можно приезжать на разнообразные свечные дискотеки потанцевать. То есть людей еще здесь предостаточно. Не забывайте то, что мы уходим в правую, и сейчас просто контраст поймаете. То есть здесь людей много, а туда дальше. Дошли, друзья. Вот он проход. Кстати, везде на пляжике есть мусорки. И на том, и на Эргосе. Он, кстати, его вывез. Раньше сюда можно было подъехать даже на машинке припарковаться. Сейчас это сделать крайне сложно. Не буду говорить, как, но, возможно, все-таки присутствует. Есть лежачки, которые для вас абсолютно бесплатные. Туалеты тоже присутствуют. Здесь можно взять, поесть. Есть зонтики, столики, за которые можно посидеть, выпить в прохладительной напитке и отдохнуть по полной программе. Имеется батут. Ну и, собственно, людей насколько меньше. Мы хотя бы в сторону отошли. Всего лишь ничего. Люди отдыхают. Это как раз-таки те, кто любят трапезунду и здесь проводят время. Но осталось вам, как говорится, без монтажа показать, какое сегодня у нас море. Температура на самом пляже составляет 38 градусов. Это на солнце. Интересно, конечно, какая температура водички в море будет. Мне лично прям, ну, очень интересно. Так же сегодня летает наш парашют, дорогие друзья. Прям красота. Слушайте, прям жалеешь, что я сегодня купался с утра. Ну, ничего страшного. Как говорится, будем наслаждаться. 38,1 над морем. Кристальная просто вода. Тем, кто выбрал отдых в сентябре, дубы прям повезло. Смотрите, с той стороны прям столпотворение. Народу сюда смотрим. У вас пляж здесь идеальный. Мало людей, много места. Рыбки плавают. Замеряем температуру водички. Смотрите. Ползет ракушка. Так быстро. Клёвенько. Свободные посадочные места. Итак, мои дорогие зрители. Я вам передаю огромнейший привет всем из чистейшего моря. Поселка Витязь. Я купался с утра в море. Купался в бассейне. Сейчас пойду монтировать видеосюжет. Можно было, конечно, с трансляцией погулять. Но ничего страшного. Мы это сделаем завтра-послезавтра. Просто надо, пока есть возможность, немножко еще подзаработать. Чем больше, как говорится, финансов, тем зимой будет легче. Температура моря, вот где я стою, 26,4 показывает. Великолепно. Что здесь делать зимой? Приезжать, отдыхать, гулять по песчаным нашим бескрайним просторам. И дышать морским воздухом. Можно ездить в Анапу, куда-либо в другие места. Хорошая база отдыха. Парк-отель Трапезун. Предоставляет вам теплый бассейн. Возможность бани. Шашлыка, мангала. Сделать для себя сами. Также приготовить поесть. Как говорится, всем хорошего отдыха. Номера, информация вся напрямую, без моего какого-либо посредничества. Поэтому приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Я душевым этого желаю. Сам бы отдыхал. Доработать надо. Этим и плохо жить на юге, ребятки. С другой стороны, зато есть частая возможность приходить на море. Создавайте себе тепло, уют. Своей душе, своем сердце. С любовью к каждому из вас. Привет вам, Черноморский. С вами был сегодня Юрий Озаровский. С лучшего пляжа, поселка Витязева. Я уверен, что не страны даже, а мира нашего. Потому что красивее место я еще, честно, не видел. Бескрайние песчаные просторы. Дюны, которые удалось в этом году сохранить. И я иду, смотрю по ним, растут новые растения, которые не переезжают квадроциклы. И они, возможно, еще больше зазеленеют. Это было бы просто восхитительно. Берегите природу, мать ваша. Ну а теперь море. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова